здравствуйте мои друзья сегодня с вами хочу поговорить о луке какие работы мы делаем в начале июля на луковых грядочках здесь у меня небольшая деляночка я восстанавливаю сорт который мне очень-очень давно но чуть я его не потеряла это семейный лук луковки пока небольшие надеюсь что на будущий год они будут более крупными и так что мы делаем сейчас на луке рост пера сейчас уже прекращается поэтому мы подкармливаем наш лук удобрениями которые будут ему помогать наращивать головку это фосфорно-калийные удобрения можно подкормить монофосфатом калий или калий монофосфат как вам нравится где-то 15-20 грамм на 10 литров воды поливаете лучок можно использовать диамофоску там формула 10 26 26 10 азота 26 по 26 калий и фосфора подкармливаем лучок ну естественно рыхление прополка сорняков если это необходимо полив сейчас уже лучше не делать за 20 дней до уборки лука полив вообще прекращается ни в коем случае мы не поливаем лук дождеванием только по почве вредителей на луке сейчас нет луковой мухи у меня вообще никогда не было даже не переживаю за нее никаких мер борьбы и профилактики не принимаю но есть луковый скрытнохоботник он уже покинул перо окуклился и стала появляться на луковая моль вот следы луковые моли вот такие крупные скрытнохоботник похож на эти повреждения но они более мелкие и погрызы прямо вот отгрызаный перед когда личинка выходит для окукливания никаких обработок я не делаю поскольку повреждение все-таки незначительные лук как видите выглядит более-менее нормально вот здесь уже пошло новое перо совершенно зеленое на перо я его не рву а лишний раз обрабатывать и химикатами мне не хочется но и основная проблема которая сейчас угрожает луку это ложная мучнистая роса перенос порос лука выглядит он сейчас в самом начале вот в виде таких вот белых кончиков это не недостаток азота это вот начинается вот это заболевание вот такие вот светлые кончики затем перо полностью желтеет и появляется спорношение чем мы обрабатываем это биофунгициды на основе сенной палочки и триходермы проводим опрыскивание или одним или другим потому что вместе ни в коем случае их нельзя соединять они антагонисты так это споробактерин аллерин б триходерма триходерма вы ряды или химические фунгициды обига пик можно обработать можно обработать home но не забывайте луковку вы не едите течение месяца после этой обработки ну и такие такая текучка это рыхление удаление сорняков если это необходимо и не забываем за 20 дней полив лука прекращаем ну естественно если дожди не будут сверху поливать когда убирать лук участвует он стоит таким бодрячком начинают появляться чешуйки вот сейчас я вам покажу вот золотистые такие чеху чешуйки на ухе такая рубашечка в зависимости от сорта лук она будет такая золотистая белая или красная и затем лук ложится как говорят то есть он не торчит вот так вот кверху он полегает полегание лука в этой стадии вы его уже начинаете выдергивать и кладете на сушку перу я не обрезаю после того что как лук я выдернула полностью жду когда он высохнет потому что происходит отток всех платить пластических веществ луковку и луковка даже немножечко подрастает и потом я уже обрезаю когда шейка подсохнет то есть она перестает скользить на такая шуршащая и немножечко еще подсушиваю потому что срез должен подсохнуть и только тогда убираю лук на хранение в комментариях я сделаю ссылочку на подробную борьбу с перноспорозом сложной мучнистой расой лука и с вредителями лука скрытных опытник луковая муха и луковая моль пока мои друзья